Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, делиться, ставить лайки, комментарии, задавать ваши вопросы под видео. Итак, у нас сегодня следующий урок и Аль-Мауду Саадиси Ашар, то есть у нас 16 тема по книге Харфу Аф, и здесь у нас встречаются слова с этой буквой. Так как курс у нас для начинающих, поэтому в меру того, как приходят какие-то новые правила, я их буду вам объяснять. Итак, у нас первое слово, которое здесь представлено, это слово Аля-Муке. Аля-М это карандаш или ручка, как вы видите, на рисунке, и здесь буква А пришла в начале. Обратите внимание, что это не КА-КА, то есть не надо её глушать. А, А, то есть нету такого прям при дыхании какой-то, да, КА, не должно быть. Аля-Муке, то есть твоя ручка. И первое предложение, это вопрос Айна-Калямуке, где твоя ручка, да, Айна, в вопросительном слове, где, и Аля-Му, ручка, КА, с литным местоменем, твоя, да, то есть по сути, Аля-Му плюс КА, это вместе образует Илафу, где, первое это Мулаф, и вторая часть это Мулаф и Лей, вот в таком виде, да, в такой форме. Следующее слово, это новое слово МА-КА-ДУН, МА-КА-ДУН, это у нас кресло. Здесь буква А-КАВ пришла в середине слова, да, и соединяется уже и справа, и слева. Обратите внимание, когда она пришла, вот в начале, в предыдущем слове, она как бы немножко возвышается на строчках, а здесь сразу такая петелька с двумя точками. МА-КА-ДУН, то есть кресло. А-Л-МА-КА-ДУ МУРИХУН, предложение А-Л-МА-КА-ДУ МУРИХУН. Слово МУРИХУН переводится как удобный. Удобный, и так как кресло в арабском языке мужского рода, поэтому мы видим А-Л-МА-КА-ДУ, кресло, МУРИХУН, удобное, так как нам нужно сочетать это с русским языком, да, то получается средний род. В арабском языке среднего рода нет, да, только мужской и женский. Поэтому кресло удобное, мы видим слово А-Л-МА-КА-ДУ с артиклем, то есть определенное какое-то кресло, это то, о чем мы извещаем, это слово про то, что мы говорим, да, это МУПТАДА, именное предложение, где вот это вот именное предложение, в котором первое слово, о чем мы говорим, да, и второе МУРИХУН, то есть то, что мы извещаем, это ХАБАР. И мы видим ХАБАР у нас уже без артикля, да, то есть потому что это новое, что-то новое, новое мы говорим. Кресло удобное, слово МУРИХУН также следует запомнить, так как оно приходит впервые. Следующее слово это СЛАДИЯ-УН, СЛАДИЯ-УН, возможно, многим знакомо это слово, если нет, будете знакомы с ним. Здесь мы видим букву КАВ внизу, уже опускается ниже строчки, это в окончании, да, то есть в этой позиции, в конце слова, буква КАВ опускается вот этой своей частью хвостиком ниже строчки. СЛАДИЯ-УН переводится как ДРУГ, ДРУГ. МУХАММЭДУН СЛАДИЯ-УН КАДИИМУН, МУХАММЭДУН, то есть МУХАММЭД СЛАДИЯ-УН, ДРУГ, да, то есть МУХАММЭД ДРУГ, но здесь еще добавка есть КАДИИМУН, то есть СтАРЫЙ. КАДИИМУН, это СтАРЫЙ, МУХАММЭД, СтАРЫЙ ДРУГ, да, то есть СтАРЫЙ имеется в виду, с кем уже давно знакомы, да, не СтАРЫЙ по возрасту, а СтАРЫЙ ДРУГ. Вот это идет полностью сочетается, эти два слова, РОЧИ, СЛОБ, ПОДЕЖ, СОСТОЯНИЕ, мы видим, да, то есть по сути, если бы поставить точку здесь, тоже было бы полное предложение, МУХАММЭД ДРУГ, да, то есть сказать, что вот этот МУХАММЭД является другом, но здесь еще добавили слово КАДИИМУН, чтобы объяснить, что он новый, старый друг, да, то есть и полное согласование вот этих двух слов. Следующее слово, УАРАКУН, УАРАКУН, здесь мы видим букву АВ, приходит отдельно, так как это последняя буква и после нее уже ничего нету, и перед ней буква РА, которая с ней не соединяется, поэтому форма такая отдельная, здесь три буквы как раз вот в отдельности, да, получилось, потому что, вау, с последующей не соединяется, РА тоже с последующей, АВ, хотя и соединяется с последующей, но это последняя буква в этом слове, поэтому видим вид у нее как в отдельности. УАРАКУН, это бумага, УАРАКУН, бумага, здесь уже буква АВ в конце. ХАЛЬ, вопросительная частица у нас, да, которая показывает, что сейчас будет вопрос. АИНДА, это У, КА, ТЕБЯ, то есть У ТЕБЯ, АЛЯМУН, ручка, это слово сегодня встречалось, УАРАКУН, и бумага. У ТЕБЯ есть ручка и бумага, да, так как вопрос, можем за счет интонации, по сути, если забрать ГАЛЬ и поставить точку, то это тоже будет целое предложение, повествовательное, утвердительное, да, говорится, что У ТЕБЯ есть ручка и бумага. Поставили ГАЛЬ, вопросительная интонация, уже стал вопрос. У ТЕБЯ есть ручка и бумага? Таким образом, мы видим, уже у нас получилось целое предложение. Это те предложения, которые здесь предлагаются в этом уроке. Следующее идут упражнения, да, представляются уже аяты, которые вы разбираете, где у вас есть буква АВ, читаете, да, произносите, находите эту букву. Дальше вы видите строчки, да, с буквой АВ, которая в начале, в середине, в окончании, когда соединяется или не соединяется, то, что мы видели уже с примерами, со словами предложения, да, с этими словами. Далее ИКРАУ АКТУБ, то есть прочитай и пропиши, опять же, новые слова, которые вам нужно читать, прописывать, посмотреть, какие знакомые слова вы найдете, да, то есть это будет полезно, иншалла, поискать, да, новые слова. Далее уйдут, опять же, предложения или упражнения в этих предложениях на уже три буквы, которые последние три урока, буква КАВ, ВАУ и КАВ, ну, или даже не последние уроки, а просто на то, как эти буквы встречаются в написании и в произношении, да, потому что, если мы сравним, то, например, буква КАВ, она чуть-чуть мягче, чем русская, да, мы говорим, например, там, ну, КАВ, допустим, КАВ, это чуть-чуть такой вариант промежуточный между КАВ, которая вот здесь, и между АВ, которая здесь, да, то есть русская, она где-то вот посередине, как будто вот этот АВ, но помягче, да, КАВ, такой выходит звук, немного, насколько вам видно это или очевидно разница, да, например, можно послушать и повторить вот эти похожие, да, слова, например, КАЛА, КАЛА, КАДА, 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 КАЛБУН, КАЛБУН, КАЛИЛУН, КАЛЛЕМА, КАЛЛЕМА, ТАКРИРУН, ТАКРИРУН, БАКИР, 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 МУШРИКУН, МУШРИКУН, а широко а широко то есть вы видите похожие тут просто произношение одной букве или разница в одной букве и это уже совершенно разные слова смысл может быть абсолютно как бы различные тренируйтесь прописывайте произносить это главное здесь потренироваться именно произношение следующее упражнение вам нужно как бы обвести можно сказать или выписать слово номер слова где встречается буква к например как здесь примере пальбун мы видим кальбун кальбун то есть вот это слово здесь написан номер один единичка чтобы показать не забываем что мы пишем справа налево значит и считаем слова в таком же порядке и со всеми словами то же самое делайте находите слов в котором есть эта буква следующая часть это нужно показать или указать на слова в которых есть как или а на или это или эта буква а у это или например курался да вы говорите аль-харф кав то есть в этом слове нас кав да две буквы у нас разные не забываем то есть читайте и определяйте какая же там буква ну и произносите это да то есть тут главное как бы на письме это очевидно они разные главное еще научиться их произносить чтобы это было правильно и отличалась одна буква другой не просто отличалась а еще и были правильно они какие-то непонятные далее задание произнеси затем напиши опять же разница между этими буквами я вам это упражнением прочитаю что вам было понятно или легко произносить если вы захотите повторить поля фундуку мактаб китаб баре у всякая на макета каши но куд камень на то есть вы видите эти десять слов и прописывать следующий у нас идет нужно подчеркнуть в словах букву а в одной линии букву крафт двумя линиями вот слова вы их пишите подчеркиваете следующее задание у вас есть строчки с буквами нужно расставить эти буквы в таком порядке чтобы это было слово которое вас там встречалось те слова которые изучали расставляете по порядку в принципе на этом мы завершим наш урок не забывайте читать прописывать и проговаривать да не только вот в такой форме а я сделал тут все легко потому что по сути ну такие упражнения глобальные какие-то сложные действий в самой книге нету да то есть это как бы знакомит но вам обязательно нужно прописывать и проговаривать что вы когда перешли уже к такому более сложному материалу вам не было сложно писать и вы не задумывались о том как же тут попишется это уже было на автомате и то же самое с чтением да чтобы не путали буквы какие там а это каф или это аф или это две точки сверху или снизу то есть оно должно уже быть автоматически когда вы завершите эту книгу без милля баракаллаху фикум если у вас есть вопросы задавайте под видео комментируйте делитесь и буду рада вам предоставить следующий урок и встретиться с вами на следующем уроке делитесь комментируйте и у ассаляму алейкум варахматуллахи обороту